Мне начало было платить нечем. Выручка небольшая, сетует хозяйка бакалейной лавки. А налог выходит около 9 тысяч рублей. Плюс аренда около 20. Доходы не всегда покрывают расходы. В итоге за этот месяц от предпринимательницы в налоговую инспекцию не поступило ни рубля. А потому налоговикам пришлось идти на крайние меры. Вместе с судебными приставами они отправились к недобросовестным торговцам. Было приведено рейдное мероприятие по отработке индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на центральном рынке на предмет взыскания задолженности, налоговых платежей и в пользу пенсионного фонда. В данную задолженность входят, соответственно, платежи налога на обмененный доход, то есть пение, и в том числе, если должник в свое время не платил задолженность, также из внутренней сборки. И тех, кто упорно отлынивает от уплаты налогов на городском рынке, больше всего. Сегодня в руках у приставов около 40 судебных производств. Суммы долгов варьируются от полутора до сотни тысяч. И, конечно, сразу отдать деньги в таком объеме сейчас готовы далеко не все предприниматели. Одна из крупных должниц – хозяйка обувного отдела. Она не платит налоги уже третий год. Сумма за это время накопилась уже внушительно – около 100 тысяч рублей. Заплатить по счетам сейчас женщина не в силах. Поэтому судебные приставы приняли решение арестовать имущество. Сапоги замшевые, высокой голенищей, с молнией, без каблука, черные. Одна пара. Теперь около 400 пар обуви отправится на специализированный склад. А у хозяйки палатки будет 10 суток на то, чтобы рассчитаться с долгами. Только в таком случае товар вернется обратно на прилавки. Некоторым участникам такой участи удалось избежать. Так, владелица цветочной лавки, как только увидела гостей в погонах, сразу нашла неуплаченное в срок 18 тысяч рублей. Мы пришли с ареста имущества, то есть товара, который торгует данный должник. И должник нам проплатила на месте сумму в полном размере задолженности. Подобные рейды судебные приставы с налоговиками проводят регулярно. Ведь торговцы то и дело не платят по счетам. Только в этих бумагах долгов на сумму почти в 300 тысяч рублей. Алена Жапилова, Игорь Трифонов, Новости Бологды.